Занимаемся реставрацией ретро-машин. Пришло время навести порядок внутри салона этого автомобиля. Дело в том, что очень сильно все воняло. И нужно разобраться, что здесь не так, что непосредственно издает этот запах. Вскрываем полы и находим вот такие вот моменты. Раньше химических составов не было. Это все органика, она гниет снизу. Поэтому надо все переделывать. С полом понятно, что здесь надо все приводить в порядок. Ручка, вот смотрите, для того, чтобы понять, что с сиденьями, сняли одну ручку, разобрали ее и выяснилось, что вот этот полиуретан, от него тоже сильно воняет. Но будем еще смотреть, что именно издает такой сильный неприятный запах. Еще обнаружили такую интересную штуку, воздуховод снизу, который подает то ли теплый воздух, то ли что. И вот в нем куча вот такого вот мелкого, как будто песка или что это, такой серого цвета. И там он внутренний, в трубе тоже его много. Вот здесь еще на полу, слева хорошо видно, материал, который являлся, наверное, шумовиброизоляцией. Вот он, скорее всего, на какой-то органике, войлок и пропитан чем-то. Вот от него тоже пахнет. Интересно, снимаем пол. Везде песок белый. Интересно, с какой стороны этот песок белый? Полностью разобрали кресло и что мы находим? Изнутри материалы, все, которые были натуральные, превратились к струху. Вот оно, сыпется, видите? Какой ужас. И сам это вата. А вата, посмотрите, изнутри сгнила и поролон изнутри сгнил. Все уже превращается не пойми во что. Потеряла свойства и уже издает неприятный запах. Разобрали сиденье и посмотрите, что мы видим. Кто-то уже его перешивал, потому что здесь строчки более свежие и старые порванные. И вот этот материал, это я бы не 59-го года материал. Это более свежий. Попробовали с помощью специального оборудования, которое вырабатывает озон, дезинфицировать и убить запахи, но не получилось. Похоже, придется переделывать все кожаные изделия. В некоторых местах шумо-виброизоляция, которая с завода была приклеена, очень плотно прилегает и приходится использовать специальный шпатель. Согласно решению владельца авто, делаем полную ревизию. Разобрали уже все пола, ковры сняли. Тут действительно все в таком весьма плачевном состоянии. Но все это не из-за того, что Rolls-Royce плохо делала, а все это из-за времени. Смотрите, вот оно все бархатится, все сыпется со всех сторон. Вот это все будем вынимать и менять на новые материалы. Вот даже вот здесь вот все обсыпалось. Просто материалы за 60 с лишним лет пришли в негодность. Объективно понятно. Полностью очистили пол. И те места, где была уже ржавчина, обрабатываем специальными химическими составами, которые нейтрализуют ржавчину и не дадут ей распространяться. Коль скоро уже разобрали, то заодно весь пол обработали этими современными составами, чтобы никогда никакая коррозия уже не возникла здесь. Внутри салона масса элементов из дерева. Внешне они выглядят неплохо, но когда мы посмотрели поближе, то нашли массу дефектов. Вот смотрите, видите неровности. Потом есть вот такие сколы. И они есть практически на всех элементах. Вот здесь. Нужно будет все это дело восстановить. Думали немножко отскочим, и не надо будет переделывать карты дверей. Вскрыли для проверки. И оказалось, что внутри карты дверей тоже вата. И тоже такие же материалы. Поэтому лучше все сразу переделать, чтобы не воняло. Закатали пол современными шумо-виброизоляционными материалами. И теперь будем делать, восстанавливать ковер. Вскрыли одну дверь. И что мы видим? Убрали полиэтилен в сторону. И оттуда пахнуло. То есть там тоже внутри что-то пахнет. Скорее всего это шумоизоляция, которая уже перестала работать. Вот она уже потрескалась. Видите? Когда-то давно она еще была эластичная. Сейчас она уже свою функцию не выполняет. Скорее всего пахнет. И еще вылочная вот эта вставка. По идее тоже надо заменить. Ну и вообще там внутри достаточно много коррозии. По-хорошему тоже все это проработать. Пока сиденья стояли на своих местах, это не бросалось в глаза. А сейчас вот сиденья убрали. Видите? Полочка полностью покороблена. По-хорошему тоже надо восстановить заднюю полку. Разобрались с деревом. Специалист, который занимается именно деревянными вот этими ретро-изделиями, показал на дефекты, которые здесь присутствуют. Прежде всего, здесь не просто шпон, а шпон инкрустации. И поэтому он так себя ведет. Видите? Трескается. Сверху, по идее, должен быть тоже шпон вот этого ореха. Получается, его обрабатывали сверху, сняли этот шпон. А здесь орех. Здесь, смотрите, лак уходит и остаются полосы. Здесь всякие дефекты. Вот здесь уже кто-то реставрировал. И вот эти вот пузыри полопались. Здесь тоже нужно снимать слои. Здесь уже кто-то снимал. Вот видите, отвалилось. Сняли, залачили и стало давить. Потом здесь вот интересно, такой момент. Посмотрите, вот сюда, когда смотришь, четыре оттенка. Здесь более красный. Вот эта дверка одного оттенка, а по бокам другого. По идее, все это желательно сделать одного фона. Здесь, видите, какой артефакт уже. Здесь тоже. Здесь нужно снимать лишний слой и восстанавливать. И сзади очень хорошо видно. По-хорошему, надо снять вот эту рамку и пропитать специальными составами, которые не будут влагу давать. Не будут пускать влагу внутрь и потом уже покрыть ее защитным лаком. Вот еще один элемент, посмотрите, со всех сторон. И он уже потрескался. А на этом просто сколы. Хоть он лицовый, но сколы со всех сторон. Вот здесь хорошо видно, что несколько раз реставрировали потеки лака, видите? Вот здесь. Потрескался и лак отлетел. Вот здесь стык, видите? Кто-то его уже там внутри шпаклевал. Это не дерево. Разбираем салон. Снимаем кожаные покрытия. Все вот в таком печальнейшем состоянии. Но машине больше 60 лет. И вот еще хотим показать. Здесь никогда ничего не реставрировалось. Посмотрите. В каком ужасном состоянии. Все сыпется. И в итоге я нашел, что именно пахнет. Это запах овчины. Знакомый с детства. Кто имел дело с овцами, с баранами, знает этот запах. Вот оно. Вот оно. Это явно уже кто-то реставрировал, потому что ваты изначально здесь наверняка не было. Подкладывали. Для изготовления лекал надо спорва все обмерить. Проводим полную ревизию. И увидели, что задняя полка вся кривая. Разобрали. Вот сейчас достаем для того, чтобы понять первопричину. И, судя по всему, отпотевало стекло или еще как-то влага попало. И вот ее всю повело. С одной стороны она ровная, а с другой стороны она кривая вся. Изготовлена из материалов ДВП, или его еще арголит называют. И любое попадение влаги приводит к таким деформациям. Будем разбираться. Появилась задача разобраться с кондиционером в этом автомобиле. Смотрите, он какой мощный. Находится он в багажнике. Будем делать полную ревизию. И нужно будет разобраться, чтобы вот эти материалы тоже не издавали никаких запахов. Ничего негативного, чтобы не было и в этом участке. Оригинальные сиденья от Rolls-Royce решили полностью переделать, потому что все внутри уже сгнило. Для того, чтобы все было как и раньше, как в оригинале, заказали оригинальную кокосовую койру, раскроили ее, и теперь восстанавливаем сиденья, в которых из оригинального осталась только пружина. Все остальное будет новое, чистое, свежее, но с сохранением комфорта, как изначально и было. Для того, чтобы ни от чего, ни фанила, не было никаких запахов, меняем все элементы внутри салона в этом ретро Rolls-Royce. Чтобы полностью избавиться от всех вариантов распространения запаха, нужно убрать все органики. Что вот сейчас и делаем. Очищаем вот эти вот все элементы, чтобы ничего не осталось. Все будет по-современному. Работы по Rolls-Royce продолжаются. Для того, чтобы не осталось никаких элементов, которые могут издавать запах, нам приходится снимать абсолютно все. И даже вот эти вот планочки, вот слышите, бренчит. Да, это тоже деревяшечка, которую тоже будем убирать. Это убрали, а по-новому все сделали. Потолок тоже решили демонтировать, убрать все, что под потолком. Там такие же материалы. Перешить в новую современную ткань и потом уже все собирать. Вот на таких гвоздиках держится потолок в этом автомобиле. Там внутри деревянный каркас. И с помощью таких вот мелких-мелких, раньше они называли сапожных гвоздиках, все и держится. Сняли потолок и теперь смотрим, что же там у нас на крыше. Прежде всего, это поролон, войлок. Войлок, он там спереди. Вот такие вот шумовиброизоляционные материалы. Раньше применялись в этих автомобилях. Поэтому они и были такие тихие. Потолок, боковины, все элементы, которые вы видите, сняли и принесли в швейные производства, чтобы их обновить. Демонтировали элементы потолка для того, чтобы их реставрировать. Вот смотрите, ткань мы поменяем, все сделаем. А вот эти вот элементы, которые вам кто-то там делает подешевле, дерево реставрирует, мы бы могли сделать все одновременно. А тот, кто будет заниматься этим потом отдельно, ему надо будет все по новой разбирать. Вот это все демонтировать. А здесь следы старого лака, скученности. Здесь еще внутри прикуриватель, лампочка. Все это разберется. И не факт, что потом соберется. Оно же не просто так. Вон оно все закреплено и тянет одно за другим. Вообще не понимаю вас, если честно. Вот, например, задняя рамка, которую сняли. Она уже много раз красилась. Вон, следы нескольких лаков. По углам она уже вся без защитных слоев. И даже ее кто-то уже скотчем склеивал современным. Все это было вот здесь. Вот такие современные материалы теперь будут и на бортах, и на потолке. никакого лишнего запаха не будет. Сзади под стеклом в труху превратились некоторые элементы. Все будем реанимировать. Потолок полностью перешили. И теперь мы его собираем, устанавливаем внутри автомобиля. Пришла пора делать ковер на этот автомобиль. Если раньше он был из натуральных материалов, которые издавали неприятные запахи, то сейчас будет по-современному надолго. Вот как раз ведущий специалист нашей компании по изготовлению ковров занимается сейчас этой сложной задачей. Вот, часть уже готова. часть старая вот здесь. И постепенно все будет идеально. Полностью убрать войлок, который пришел уже в негодность и сильно пах не предоставлялась возможного без снятия торпеды. Вот только когда все сняли, удалось вытащить вот эти вот два самых вонючих элемента. Делается тут не только шумоизоляция глобальная, но еще и электропроводка. Вот, посмотрите, она теперь будет современная. А до этого она была вся вот такая вот, и она уже потрескалась и кое-где уже давала утечку тока. Вот сейчас все будет идеально. Вот смотрите, изначально было такое дерево, и вот теперь видите, три разных оттенка. Один, второй, третий. Вот эти между собой вроде одинаковые, вот это и вот это и вот это разные. Получается три тона. И похоже, тот, кто делал, у него опыта с автомобилкой нету, вот она уже сразу лопается. Видите? Такое ощущение, что поедет и еще от вибрации, от перекосов залопается по полной программе. Будьте готовы. отправляем на реставрацию деревянные изделия. Некоторые вот в таком состоянии, некоторые вот в таком дерево уже сгнило. Надо это все привести в идеал. Стекла нужно почистить, сделать так, что все было как состояние нового автомобиля. Много дефектов, но все это устранимо. И еще вот эти элементы, которые образуют из себя столики на спинках сидений. И еще вот элементы, которые тоже отправим. Пока шпанированные элементы декора внутреннего сняли для того, чтобы их отреставрировали, занимаемся восстановлением внутреннего убранства салона. Все новое, абсолютно все новое. Ничего не напоминает о старом салоне, который издавал неприятный запах. Пока шпон на реставрации, занимаемся изготовлением подиумов сзади, потому что штатные все сгнили, нужно сделать новые. Потолок как красиво получился, да? Дошли до того, что уже для сидений макетируем задние спинки. И вот оно постепенно приобретает нужный вид. задняя полочка от Rolls-Royce. Если раньше все было на каких-то непонятных гофрах, каких-то элементов старого поколения, то сейчас все современное сделанное на 3D принтере, вот такое качественное, которое будет служить в бою или как долго. прям уже прям пред-пред-пред финальная стадия сборки. Смотрите, это каркас переднего дивана. У него тут рельсы, все дела. Это сидение с этого же переднего. А здесь установка ковра. Смотрите, как все красиво. Фляпота. Весьма сложный интригующий момент. Это установка современной качественной акустики. в багажнике силовые компоненты, а акустические компоненты в шалоне. Будем наводить порядок с выхлопной системой. Согласно желанию владельца, вот этот выхлоп надо сделать хромированный, красивый. Еще мы тут изучали, что снизу происходит и натолкнулись на то, что выхлоп гремит, а гремит из-за того, что здесь плотно сильно прилегает. Кто-то уже здесь проставки какие-то делал, но гремит конкретно. Будем делать так, чтобы все было идеально, не гремело и прокладки не нужны были. Помните, как было, да? А теперь посмотрите, как стало неплохо. заблестит, заиграет. Помните, здесь кондиционер внутри и акустика, провода болтались. Вот сейчас все вот так красивенько. Внешняя подготовка уже закончена, кузов отполирован и уже даже покрыт одним или даже тремя слоем керамики. И сейчас доводим до идеального состояния все, что внутри. Убираем всякие потертости, притертости, скотч, следы от скотча и постепенно, постепенно все идет в первозданном состоянии. Представляете, какая красотища.